Ленд-лиз. Впервые с времен Второй мировой войны союзники снова объединились против фашизма. Плюшки из-за океана пока в пути, а украинская армия продолжает контрнаступление. Украинский флаг возвращается на Донбасс и на Херсонщину. Ядерная дубинка Путина. Почему диктатор стал жалким и смешным? И никого уже не запугать. Подписывайтесь на наш ютуб-канал и не пропустите главное. Молчать мы будем точно не сегодня. С 1 октября вступил в силу закон о ленд-лизе. Это официальная помощь США, Украине в борьбе против российской агрессии. Впервые с времен Второй мировой войны весь цивилизованный мир объединился против российских неофашистов. Официальной информации о ленд-лизе пока нет, но известно, что это пакет на 40 миллиардов, более половины которого предназначены для военной помощи и связанных с ней расходов. Закон позволяет предоставлять Украине военную технику в аренду или лизинг в соответствии с упрощенными процедурами экспортного контроля. Интересным будет путь поставки вооружения. Вероятнее всего, это будет морской путь в европейские порты. Далее наземным транспортом в Украину. Итак, что мы ждем от американцев? США понимают, что если у ВСУ не будет огневого влияния на глубокий тыл врага, наше продвижение, контрнаступление будет тормозиться. Поэтому нужно оружие, способное оказывать это влияние. А это ракеты Атакмс, дальностью до 300 километров. Конечно, ожидаем мы от США и американских истребителей F-16. Ранее было выделено 100 миллионов долларов для обучения украинских пилотов. Прямо о поставках самолетов нигде не говорится. Но по совпадению, США собираются списать 47 истребителей F-16 серий C и D, 48 истребителей F-15 двух серий с такими же индексами. Итак, первые реальные партии оружия в Украине будут не раньше конца ноября, начала декабря. Задача вооруженных сил нашей страны – додержать фронт и продолжать не просто оборонительные, а наступательные действия. Не секрет, что с июля месяца российские оккупанты не захватили ни одного населенного пункта. И даже тамошним пропагандистам приходится крутить кино про былые победы, оккупированные еще в мае разрушенный Мариуполь или постановочные съемки якобы радостных жителей из Херсона или Мелитополя. Отрицательные победы, вроде позорного бегства из Харьковщины или вот совсем свежие из Лимана в Донецкой области, вызвали волну возмущения даже внутри самой россиянской фашистствующей прослойки. Военкоры, а также глава Чечни Рамзан Кадыров потребовали показательных казней. Того же начальника генштаба Валерия Герасимова, а также до сих пор неприкосновенного министра обороны России Сергея Шойгу. Помимо кадровых чисток, традиционно пропагандисты и кадыров потребовали стереть Украину в ядерный пепел. Не видя возможности получить победу традиционными способами ведения войны, горячие головы из России решили угрожать миру ядерной дубинкой. Посмотрите, мы чокнутые и нам все равно. С утра до ночи на государственных каналах крутят инфографику уничтожения Лондона, Вашингтона и Брюсселя под радостный визг депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Да, европейцам и всему цивилизованному миру стоило бы запомнить эти лица, когда они в очередной раз захотят получить туристическую визу, устроить своих детей на обучение или купить виллу и вид на жительство на так ненавистном им загнивающем Западе. Испугалась ли Украина неадекватных путинистов? Конечно, нет. Украинское военное командование четко заявило, нас не остановить ядерным шантажом. После расправы россиян над нашими людьми в Буче, Ирпене, Мариуполе, что уже может быть страшнее, чего мы не видели? И вопреки кремлевскому шабашу в честь попытки аннексии части украинских территорий и массовому психозу путинистов насчет ядерного удара, украинская армия продолжает свое дело. Тот же Лиман пробыл в составе Российской Федерации меньше 13 часов. Очевидно, что и остальные захваченные оккупантами территории вернутся в родную гавань, то есть в Украину. Уже в эти дни идет наступление нашей армии на херсонском направлении под те же истерики кремлевской пропаганды. И да, одним из самых крупных поставщиков оружия для Украины по-прежнему остается Россия. В СУ показали технику, которую бросили при бегстве из Лимана вражеские войска. Вооружения в рамках российского ленд-лиза хватит на экипировку армии какой-нибудь небольшой европейской страны. Окупанты просто забыли бронемашины, танки и боекомплект. Что-то было немного подбитым, а что-то целым и даже совсем новым. Как говорится, Путин успешно справляется с одной из задач так называемой спецоперации, а именно демилитаризации. Правда, не Украины, а России. Наши вооруженные силы ему и дальше в этом будут помогать. А вы можете помочь нам, подписавшись на наш YouTube-канал. Становитесь частью информационной обороны Украины. Унывать мы будем точно не сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова